Вы были членом КПРФ, вы разделяли ценности коммунистической партии. Это было в начале 90-х годов. Я была членом КПСС для начала. Иступила я туда из вредности, потому что меня туда не пускали. Потому что в КПСС принимали в основном по социальному происхождению другому. Интеллигенцию плохо принимали. Мне это стало обидно. Я путем скандала ужасно уступила КПСС. Пришла на первое партийное собрание в университете. Сказала, что у вас тут скучно. Прям вышла на древу и сказала, что у вас тут как-то... Руководила я художественной самодеятельностью ЮРФАКа. Я работала на юридическом факультете всю жизнь почти. А в КПРФ... То есть вас дальше не пускали или вы сами не хотели? В КПСС карьеру свою построить? Нет, ну почему? Я не могла, я не успела бы в любом случае. Нет, я не собиралась быть партийным работником. Это мне неинтересно было. Совершенно никогда. И папа мой не был партийным работником, надо сказать. Заверю вас. Он всю жизнь работал в Верховном Совете СССР с маленькими выплесками в ЦК. Но это все равно была юридическая работа. Потом, когда в 2005 году пришли ко мне московские коммунисты и сказали, что они очень хотят меня баллотировать в Мосгордуму. Я говорю, ну как же я, в общем, утратила связь с партией. Они сказали, ну мы сейчас ее установим. А почему вы утратили? Это получилось само собой? Само собой, да. Ну естественно, само собой получилось. Но мне всегда были интересны все юридические процессы. Я, например, в суде над КПСС. Мне было очень интересно участвовать. Я там участвовала в качестве эксперта. Очень хорошо все это помню. Я очень благодарна судьбе за то, что мне удалось на это посмотреть. И в этом послушать, поучаствовать. Все это было крайне любопытно. И не просто любопытно. Важно для специалистов по конституционному праву России, конечно. А у вас были вопросы к коммунистической партии, в которую вы состояли по ответственности этой партии за репрессии в советские годы, за тоталитаризм? Вы себе задавали такие вопросы? Я стала позже уже задавать эти вопросы, когда мы расстались доблестно в 2009 году с компартией полностью. Мне очень повезло, потому что меня назначил президент членом общественной палаты России. И, соответственно, по закону об общественной палате несовместимо членство с партией. Поэтому его нужно было приостановить. Я резво побежала к Зюганову. И резво подписали мы документы о том, что я приостанавливаю членство в партии. Больше я никогда в нем не восстанавливалась. И сейчас я... Какой партии-то состою? Я уже забыла, как они называются. Вот, кстати, очень интересно. Потому что... У нас времени очень мало. У нас очень мало времени. Буквально пять минут еще. Я в Википедии прочитал факт, что в 2006 году вас выдвигали в Государственную Думу. И планировалось, что вас выдвинут КПРФ, Родина, СПС, Объединенный гражданский фронт Гарри Каспарова. Это правда? Это уже была задумка. Это задумка. Да, потому что вот тогда, в 2005-м, я была единственным кандидатом от коммунистов, который поддержала вся либеральная оппозиция. Почему такой результат-то был достигнут? А как так получилось? Потому что голосуют за человека, а не за принадлежность партии. А я не очень понимаю, как вот вроде с одной стороны коммунист, с другой стороны представитель либеральной общественности, Родина. Я никакой не коммунист по убеждениям. Никогда не была. Тогда что вы делали в коммунистической партии столько времени? Я экспериментировала, наблюдала роль ученого. А хорошо, тогда почему у вас с Родиной... Почему столько времени? Почему столько времени? С Родиной у меня никогда никаких отношений нет. Ну вот они вас планировали тоже выдвигать. Нет, нет, нет. Я может быть, они были вдохновлены результатом 27%. У них таких кандидатов не было. УКПРФ тоже после этих выборов пленум даже провели в мою честь. И даже избрали меня, по-моему, в ЦК. И очень пожалели об этом. Потому что на каждом пленуме ЦК, вплоть до того, как я не расторгла отношения партии, Зюганов все время на меня смотрела и говорит, о, я опять не так голосую. Он говорил это вслух на весь пленум. И очень они меня не любили. Очень они меня не любили. У нас, в общем, таких рукопашных никаких не было. Но я все время голосовала не так, как он хочет. И видела все его манипуляции на пленумах ЦК. Поэтому и говорила об этом совершенно открыто. Он просто манипулировал большинством. Он такой же, как Путин, совершенно. Такой же авторитарный. А все-таки какие вам политические предпочтения? У нас времени очень мало. Какие политические предпочтения? Я либеральный политик. Все. Вот для меня идеальная партия – парнас. Вам мешает ваше участие в политической карьере? Работе юриста? Не отвлекает ли она вас? У меня нет политической карьеры. Я к ней никогда не стремилась. Я не собираюсь заниматься политикой в чистом виде и быть политическим трибуном. Просто моя специальность, я занимаюсь конституционным правом – это та отрасль права, которая регулирует вопросы государственной власти. Поэтому очень легко спутать юриста-конституционалиста с политиком. Я юрист, эксперт. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!